Я приветствую всех братьев и сестер, кто присоединился к нам в это воскресное утро. И я так благодарен Богу за эту удивительную возможность быть вместе с тобой у ног Иисуса Христа. Следующих минут сорок дайте это время, отдайте это время Господу, отдайте это время тому, чтобы слушать Слово Божие. Мы вместе с вами совершим удивительное путешествие в целый ряд текстов Священного Писания. И мы будем говорить сегодня с вами о Боге и о нашем сердце и наших отношениях с Ним. Я назвал эту проповедь «Он не может быть вторым». Речь идет о Боге. Бог не может быть вторым. Он не может быть вторым по определению. Он не может быть вторым по своей сущности, по своей природе. Наш Бог – имманентный Бог. Бог, который имеет сущность внутри себя, который является неповторимым и у которого пребывает жизнь внутри самого Бога. Он никого не копирует, он никому не подражает. Он является тем, кем он есть. Одно из имен Божьих – «Я есим, кто я есим». То есть нет никого, с кем можно было бы Бога нашего сравнить. Ведь он не может быть вторым. Мы с вами можем его ставить на вторые роли, на третьи, на пятые, на десятые в нашей жизни. Мы можем его даже поставить вообще где-то на самое последнее место и подумать о том, что когда уже жизнь будет заканчиваться, возможно, тогда в это время я подумаю о Боге, помолюсь, и даже можно успеть, как этот разбойник, например, перед смертью он успел. Но от того, что ты или я или кто-нибудь из других людей поставит Бога на второе, десятое или двадцатое место, это вовсе не означает, что Бог является таковым, что Он может быть там. В твоем сердце это может произойти. В твоей жизни так может случиться. И это повлияет на тебя прежде всего. Сам человек от этого будет терпеть огромный урон, но это не может никаким образом повлиять или изменить Бога. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему Господь настолько сильно противится идолопоклонству? Почему Писание предупреждает, кричит к нам со всех страниц о том, чтобы мы трон нашего сердца, нашей жизни не отдавали никому, кроме Бога? Можем ли мы предположить, что такое требование Господа продиктовано Его тщеславием, Его потребностью самолюбия? Конечно же нет, потому что в Боге нет никакой тьмы. Джон Пайпер очень хорошо выражается в одной из своих книг, он говорит, что приближаясь к Богу, который является высшим удовольствием или счастьем или наслаждением, поклоняясь Ему, человек как раз и переживает вот это удовольствие и наслаждение. И он говорит, а что если именно в поклонении и раскрывается сама сущность человека? Конечно, возникает вопрос, чему ты поклоняешься или кому ты поклоняешься? Кому ты отдаешь свое сердце, свои мысли, свои чувства? Друзья, я хочу вместе с вами посмотреть на одну историю, которая случилась много лет тому назад с народом израильским. Они были рабами в Египте, и Бог сверхъестественным образом через чудеса и знамения вывел их из этого дома рабства. И вот они пришли к месту, где Господь хотел говорить с ними. Это подножье горы Синай. Три дня и три ночи они шли. И вот они пришли туда, к тому месту, где Бог хотел дать им свой закон, общаться с ними. И когда Бог сошел на эту гору, то весь народ настолько испугался, что они не захотели идти и общаться с ними. Они сказали Моисею, ты пойди и ты общайся. Мы знаем историю, что старейшины немного прошли дальше, чем все люди, но остановились. Иисус Навин еще поднялся выше на какую-то часть горы и там оставался. И только один Моисей взошел на гору и общался с Богом на протяжении сорока дней и сорока ночей. И в это время Моисей, пребывая в общении с Богом, получал от Господа те инструкции, которые давал Бог. Бог дал ему каменные скрижали. На этих скрижалях Бог написал своим перстом, своей рукой десять заповедей. И самая первая заповедь гласила о том, что не будет у тебя других богов. Никому ты не можешь поклониться, кроме одного Бога. Единого Бога. И дальше после этого Бог говорил, чтобы ты не делал никаких изображений, не делай себе никакого кумира, никакого изображения. И вот эти скрижали, которые Бог передал Моисею, Моисей должен был принести их народу, как некоторая оградка, как путевые знаки, как столбы, которые освещают дорогу, как ограждения, которые не позволяют путнику просто упасть где-то в яму, на обочину. Вот эти десять заповедей. И Бог прерывает свое общение с Моисеем. И в 32 главе книги Исход он говорит ему, «Поспеши сойти», 7 стих, «Ибо развратился народ». «Поспеши сойти», народ развратился. Вы знаете, я выписал тут эти глаголы, которые использует Бог по отношению к людям, которые ждут лидера своего, Моисея, который общается с Богом. Присутствие Божие на всей той местности, везде. Присутствие Божие очень сильное. Написано, «Вся гора дымилась», и она была в огне, и были громы, и каждый осознавал, что что-то необычное происходит здесь. Сам Бог спустился с небес, чтобы общаться с человеком. А у подножия этой горы люди, они развратились. Смотрите, в 9 стихе Бог использует еще одно слово. Он говорит, это люди жестоковыные, то есть они упрямые. В 10 стихе Он говорит о гневе, и Он говорит о том, что отойди от них, оставь, или оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. В 11 стихе Он повторяет эту же мысль о том, что Он истребит их. В 25 стихе, 32 главы, Исход, Он называет их снова необузданными. И в 26 стихе Моисей говорит, «Кто Господень, иди ко мне?» И написано, «Собрались к нему все сыны Левины». После этого Моисей дает распоряжение, и там было наказание, и 3000 человек погибло. А что же случилось? Почему такие эпитеты использует Бог по отношению к этим людям? Что значит развратились люди? Что значит, что они жестоковыные? Что значит, что Бог говорит, я истреблю их, они необузданные? Почему? Что случилось? История такова, что один проходит день, второй, третий, пятый, десятый, и потом народ обращается к Аарону, который остался вместо Моисея, и говорит, что мы не знаем, что случилось с Моисеем, сделай нам Бога, сделай нам вылитого тельца. И Аарон собирает все золото, серебро, которое было там, и выливает золотого тельца. Но знаете, что меня очень сильно поражает? Он ставит его перед ними, и он говорит такую фразу, «Вот Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». И написано, после этого они начали поклоняться ему и приносить жертвы. «Кому? Изделию, которое только что сделали они перед глазами всех людей». Аарон лепил это изделие, люди, скорее всего, помогали ему, и вот в результате вот он поставил то, что только что сделал, и говорит, «Вот Бог твой, который вывел тебя из дома рабства, из земли египетской». Подождите, а что с вами случилось? Подождите, как это возможно? А где трезвость ума? Так это же вы сделали. Конечно, мы с вами сегодня можем посмотреть на эту историю и осудить их, подумав, что, ну, странные люди в те годы были, они назвали тельца, которого только что вылепили своим Богом. Драгоценные, мы с вами даже не догадываемся, что многие из нас, мы делаем то же самое. Конечно, мы не лепим или не плавим какого-то золотого тельца, у нас нету возможности только золота, и как-то вся эта история, она известна в Библии, и нам бы показалось это, наверное, очень примитивно, но в своем сердце у нас есть наши идолы, наши золотые тельцы, наши дела, наши идеи, наши увлечения, которым мы приносим свое время, свое сердце, свои мысли, которым мы отдаем себя так сильно, что Бог по праву может гневаться и использовать эти же эпитеты по отношению к нам. Он может сказать, ты развратился, мой сын или моя дочь, ты такая упрямая, ты такой упрямый, это вызывает мой гнев, и если ты не остановишься, я вынужден буду истребить, или, может сказать, ты необустанный. А потом вопрос прозвучит, а ты Господен? Если ты Господен, прийди ко мне. Скажите, пастор, почему ты говоришь об этом? Вы знаете, друзья, я говорю, потому что на самом деле здесь, в этом тексте, Моисей называет этот грех великим грехом. Я знаю, что вы скажете, пастор, не бывает великих или маленьких грехов. Написано, всякая неправда, есть грех, но это просто неправда. Ты просто сказал языком, не точно, неправду, и это тоже грех. И он может привести тебя к смерти. Но послушайте, послушайте меня. В Библии грех идолопоклонства назван великим грехом. Что это означает? Я постараюсь описать вам, как я это понимаю. Может быть, вы дополните или скажете, подожди, я по-другому как-то думаю. Но в моем представлении грех идолопоклонства – это тогда, когда твое сердце прилипляется к чему-либо или кому-либо больше, чем к Богу. Когда ты больше сердца, чувств, мыслей, эмоций, времени, финансов, своих сил, способностей вкладываешь больше, чем в Бога. Когда ты радуешься о чем-то больше, чем о самом Господе. Вы знаете, когда я женился, мы, если честно, с Надикой абсолютно даже и не задумывались над тем, где мы будем жить, что у нас будет. Вообще, мы настолько сильно полюбили друг друга, что мне, то есть, вся причина, вся радость – это Надюшка моя, это она. И не важно все остальное. Мне не важно. В Библии там есть такой текст, где сказано, что «смелым даже в шалаше рай». И там сказано так же, со сварливой женой, в пространном доме все это превращается в ад. Потому что, когда ты любишь, ты любишь человека. Ты не любишь, а что у тебя есть, а сколько у тебя там денег, или там какие у тебя связи, или что я буду иметь, или где я буду жить. Это настолько корыстно, меркантильно и неправильно вообще. Вот, смотрите, что такое идолопоклонство? Это когда в сердце у тебя есть что-то, что занимает больше времени, больше мыслей, больше чувств, больше тебя самого, чем Господь Иисус Христос. Вы помните, мы начали с того, Он не может быть вторым. Он не может быть по определению вторым. Я три вещи хочу сказать о Боге. Первое из них – Бог неизменен. Бог просто неизменен. Он сегодня, вчера и вовеки тот же. Тот же Бог, который был в Ветхом Завете, тот же Бог в Новом Завете. Бог, Иисус Христос написано сегодня, вчера и вовеки тот же самый. Мы меняемся, а Он нет. Вторая мысль, которую я хочу сказать о Боге – Бог не человек. И Его мысли не наши мысли. Он всезнающий, Он всевидящий. В Боге все время сосредоточено в Нем одном. В Нем и прошлое, и этот миг настоящий, и будущее. Он знает все наперед, что произойдет. Он знает все о тебе. Он знает все обо мне. И мы не можем Его разочаровать. Он не может посмотреть на нас и сказать, «Ай, я так разочарован. Ты вообще, я о тебе вообще совсем другого мнения был. Что же ты делаешь?» Он знает всю сущность твою и мою. Он Бог. Конечно, мы можем причинять Ему боль нашими грехами и упорством. Но Он Бог. Он не человек. Его мысли, не наши мысли, как небо высоко над землей, так мысли Божии отличаются от нас. Они настолько другие. И они во благо. Они не назло, чтобы дать будущность и надежду. Бог не может перестать любить, не может перестать миловать, не может перестать быть справедливым так же, не может перестать судить грех, не может перестать заботиться о детях своих. И Он не может перестать ревновать. И если ты Его отодвигаешь куда-то на второе место, а ставишь перед собой свои идеи, свои цели, свои планы, свои привязанности, вот что-то внутри, что тебе кажется так ценно, так важно, Бог будет все равно продолжать в ревности своей стучать твое сердце и даже во гневе, но Он будет убирать всех идолов из сердца твоего и моего и каждого своего сына и каждую свою дочь. Потому что это сущность, это природа Бога, Он не может быть вторым. Когда ты ставишь Бога на первое место, когда у тебя решение, которое ты принимаешь, ты принимаешь исходя из воли Божьей, где жить? Господи, где ты хочешь, чтобы я жил? Чем заниматься? Господи, как ты хочешь, чем ты хочешь, чтобы я занимался? Вот на ком жениться? Господи, я от тебя хочу получить жену. Выходить ли замуж или нет мне за этого парня молодого? Господи, я хочу знать от тебя. Подписывать ли мне этот контракт или нет? Господи, я хочу от тебя получить. Господи, ты нужен мне. Ты мой Бог. Я тебе отдаю самое почетное, самое важное место в моей жизни. Ведь сердцевина нашей с вами христианской жизни – это не что иное, как знать Бога и исполнять Его волю, общаясь с Ним, наслаждаясь, пребывая в Его присутствии. Давайте вернемся к идолам. Третья мысль, которую я хочу сказать о Боге. Третья мысль, что Бог не может быть вторым. Бог не изменен. Бог не меняется. Он не человек. Он все знает. И Он не может быть вторым. Когда мы говорим о идолах, я хочу сказать, перечислить, какие могут быть идолы. Может быть, у вас как-то по-другому, но я думаю, что это может быть парень. Это может быть девушка. Это может быть даже в браке муж или жена. Это могут быть родители. Это могут быть дети. Это могут быть деньги. Это может быть машина, дом, квартира, образование. В Новосибирске у нас очень сильно родители хотят дать высшее образование для своих детей. И считают, что в этом все. Просто все это. Прям как идольство какое-то. Это может быть карьерный рост. Я буду продвигаться, я буду продвигаться. Я достигну высот самой высокой позиции, которая только возможна в той структуре, где я есть. Или я буду дальше расти. Карьерный рост. Это может быть спорт, друзья, определенная компания, такая атмосфера, где просто время проводят вот так вот, друзья. Либо чрезмерная забота о себе самом. Может быть, вы дополните этот список. Я хотел бы сказать о том, что то, что я вижу, наверное, то, что попадает в поле зрения моего, это несколько вещей, которые бы я выделил. Ну, прежде всего, это чрезмерная любовь к самому себе. Друзья, я хочу показать вам очень важную деталь. Возможно, вы ее не замечали. Но в Новом Завете Иисус общается с одним человеком, не по имени, а законником. И он спрашивает у него, какая, или, ну да, этот человек спрашивает, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим, сия первая и наибольшая заповедь. И, конечно, здесь стоит внимание обратить на слово всем сердцем твоим, всею крепостью твоей, всею душою твоей, всем разумением твоим. Вы скажете, ну как я могу все отдать Богу? Ну, это же неправильно, я же должен оставить немного для себя, я же должен оставить для родных и близких. Знаете, и вот здесь ошибка происходит. Когда ты думаешь, что если ты любишь Господа всем сердцем, у тебя не хватит любви на твоих близких и родных, здесь ошибка. Напротив, любя Господа всем сердцем, ты черпаешь силу и источник любви, чтобы любить тех, кто рядом возле тебя. А если ты любишь не всем сердцем, оставляя себе какую-то часть, думая, что вот эту любовь ты дашь близким, родным, то чаще всего ее не хватает. Ты начинаешь раздражаться, они тебя не радуют, они тебя разочаровывают, ты гневаешься и опять ты срываешься. Поэтому Иисус говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всею крепостью и всем разумением, сия первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На стих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А вот здесь внимание. Это диалог Иисуса до Голговского креста. Это диалог Иисуса с законником. И он апеллирует к Старому Завету. И он повторяет эту заповедь, которая написана была во второзаконии. И он говорит, на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А теперь послушайте, что говорит Иисус в Евангелии от Иоанна. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Подождите, вы скажете, почему? Иисус называет ее новой. Ведь это не новая заповедь, это старая. Что же здесь Иисус называет новым? А вот в старой заповеди сказано так. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть мирилом любви есть ты сам. Вот сам себя любишь, значит и ближнего будешь любить. Недолюбливаешь себя, значит и ближнего будешь точно так же недолюбливать. Это старый завет. И многие кинулись как-то по-особенному относиться к себе, любить себя, не жертвовать свое время так, не посвящать себя никому. Говорят, я верен сам себе, я верен сам себе. Ну, сам себе и верен. Себя любимого-то не обижу. Почему? Потому что себя люблю. Если я себя не буду любить, то я и других не буду любить. Подождите, это старый завет. А Иисус говорит, я даю вам новую заповедь. Любите друг друга не как самого себя, а как я возлюбил вас. Это новое. Это жертвенная любовь. Это любовь, которая отдается полностью. Это любовь, которая умирает молча за все человечество, искупая его от греха и беззакония. Это любовь, которая не ропщет. Это любовь, которая забывает о себе. Это любовь, которая идет на крест, истекая кровью. Он приобретает спасение для тебя и меня. Это любовь, которая видит тебя, замечает тебя, думает о тебе. И очень глубоко знает все движения мыслей и сердца твоего. Возлюбите друг друга не как самого себя, а как я возлюбил вас. Друзья, это новый завет. Поэтому, если ты ставил мерилом самого себя, свое сердце, и как бы в центр ставил свои мысли, свои чувства, мне плохо, поэтому и я соответствую другим ничего доброго отдать не могу. Это неверно. И снялась благодать Божия. И ты можешь сейчас посвятить всего себя, как это сделал Иисус. Ты можешь отдаться полностью, целиком. Возлюби ближнего своего, не как самого себя, а как я, Иисус говорит, возлюбил вас. Друзья, я хочу сказать о том, что в книге Иоиля мы найдем описание того, что происходит с человеком, который имеет в сердце своем идола. Вы знаете, об идолах, когда мы говорим, мы говорим о том, что люди ставят самих себя в центр. Другое то, что я видел, больше, наверное, чем что-либо другое, это когда люди зарабатывают деньги так сильно, что они погружаются в эту работу с утра до ночи. И в результате их нет ни дома, ни в семье. Их нету в церкви. Их нету где-то, где добрые дела призывают сделать. Их просто нет там. Они не успевают. Они с утра до ночи просто трудятся на той работе, где они зарабатывают деньги. И я хочу сказать, что и это тоже идольство. Друзья, и есть еще одна сфера, которую я видел, и, может быть, вы тоже видели это, когда родители начинают поднимать своих детей в своем сердце, так сильно заботиться и любить их, что начинают по факту поклоняться им. Все, что хочет ребенок, они исполняют. Они не дисциплинируют его, ну, разве только он уже там совсем непослушный. И они просто потакают его всем прихотям и вырастает такой испорченный по характеру человек. Человек-эгоист. Никогда не забуду, как одна мама пришла ко мне и пришла с молодым человеком, но на самом деле он не был таким молодым. Ему было 37 лет. И она говорила за него. Она говорила, что он закончил несколько высших образований, если у него он закончил институты. Он не может устроиться, ему очень трудно в жизни. Его не принимают как-то так. И я видел такую мамочку. И видел такого взрослого, одинокого, он и жениться не смог. Как-то одинокого, такого мальчика, которому 37 лет уже. Вы знаете, ну, это как крайняя форма. Некоторые из нас могут сказать, ну, это же совсем. Но на самом деле во многих семьях я видел вот такую необычную, идольскую любовь. Рождается ребенок, и человек просто пропадает в церкви, в сослужении. Он сидит не месяц, два, три или год. Он сидит просто все время дома. И все вокруг детей. Теперь центр семьи. Это дети. Это не муж, жена. И дети как награда. А дети. А родители вокруг детей. Они просто крутятся. Я видел вот такого рода идольства. Я хочу вместе с вами открыть Иезекииле 14 главу. И если позволите, дам вам несколько мыслей. Здесь написано о том, что старейшины Израилевы пришли к пророку Божьему. Прочтите, пожалуйста, с 1 по 11 стих. Я некоторые моменты возьму как выдержки. И здесь написано, было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, сие люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазни чести своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Первая мысль, которую я хочу сказать здесь, здесь есть глагол допустили идолов. Это означает, что так, как будто бы незаметно, просто постепенно, по чуть-чуть, сердце поворачивается. И спустя некоторое время от того, что вовремя человек не реагирует, то есть вот какая-то идея, какие-то чувства, или чувства к детям, или вот жажда, стремление, обогащение, комфорта. Знаете, часто можно слышать такие фразы, ну мне же кормить семью надо, моими руками я и зарабатываю. И человек делает это прямо центром, то есть Бог где-то там, Господи, помоги, Бог как бы на службе у него, помоги мне заработать деньги, помоги мне купить там новую квартиру, еще что-нибудь. То есть вот в центре становится его идея, причем самое интересное, с этого не начинается, это постепенно допуск, допуск расширяется. Они допустили идолов своих, сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим, а потом это уже стоит перед твоим лицом как цель. Все. Может быть ты даже и не даешь себе отчет, что это то, что владеет тобою, но на самом деле ты служишь этому, ты отдаешь этому свое время, свои силы. И Бог говорит, могу ли я отвечать им? Обратите ваше внимание на то, что после этого Господь замолкает, Бог не дает ответа. Приходит то, что я называю духовная глухота. Человек перестает слышать голос Божий. И у человека нету понимания воли Божией. Дух Святой оскорблен, и в результате человек не способен принимать правильные решения. Потому что на самом деле вот его привязанность либо к детям, либо к какой-то идее, это закрывает его духовный слух, и он не слышит Бога. Если будем читать дальше, то мы увидим, что после этого приходит духовный обман, духовное обольщение. Я, значит, расскажу вам об одном случае, который был как-то раньше. Молодой человек имел внебрачные отношения. Он был женат, у него была жена, но при этом он имел отношения с другой женщиной, имел любовницу на стороне. И потом однажды, когда я общался с этим молодым человеком, это все вскрылось, и он очень сильно плакал. Он просил прощения. Но потом одна фраза, которая показала мне, что у этого человека есть духовное обольщение, и я бы сказал, даже бесы, которые просто внушают ему. Он говорит мне, но я настолько себя хорошо чувствую с этой женщиной, с которой я живу, не с женой. Я не чувствую себя так комфортно с женой, как я чувствую с ней. Более того, у нас такое духовное единство. Мы читаем Библию вместе, мы молимся вместе, и Господь говорит нам о нашем будущем, о наших отношениях. Вы знаете, это крайняя степень духовного обмана и обольщения. Уши духовные закрыты, когда у тебя есть идол. Бог говорит, я молчу, я замолкаю, и я ничего не буду говорить с этим человеком, я не дам ему понимания моей воли, пока он не уберет идола из сердца своего. А человек читает Библию, и человек слышит, и человек считает, что он слышит Бога. Я пытался объяснить ему, что дьявол тоже цитировал Священное Писание. Не кажется ли вам это интересно? Представьте себе в пустыне, Иисус 40 дней и 40 ночей в посту, потом дьявол приступил к нему, и что дьявол делает? Он цитирует ему Священное Писание, Иисусу. Иисус мог бы сказать, вообще-то дьявол, это я написал, я автор этих слов, что ты мне возвращаешь эти слова? То есть дьявол, в Библии сказано, может принимать вид ангела света. И он может создавать тебе чувство, что тебе очень хорошо и комфортно. Плюс добавь свою похоть, свой грех, который ты любишь, идол, перед тобой ты прилепил свое сердце к идолу, к греху, и ты говоришь, я читаю Библию, и со мной говорит Бог. Не Бог говорит это. Давайте будем честны, и давайте поставим, ну, истину превыше всего. Потому что в Писании сказано, буду ли я отвечать им, если у них есть идол. Друзья, дьявол принимает вид ангела света. Поэтому у нас есть Священное Писание, вернейшее пророческое слово, и мы хорошо делаем, что обращаемся к нему. Друзья, третью мысль, которую я хочу сказать из этого текста, вы можете читать дальше и видеть, что он говорит, что они допустили этих идолов, пятый стих, и сделались чужими для меня. Слово чужими, очень серьезное слово. Это еврейское слово, которое описывает грех прелюбодеяния, как будто бы женщина оставила постель, или мужчина, или женщина оставила постель мужа своего, свое семейное ложе, и пошла где-то с другим мужчиной жила. И потом она возвращается обратно и хочет остаться незамеченной. И в этот момент муж говорит, что с тобой происходит, где ты была? И такая, знаете, атмосфера чужой, она стала чужая для меня. Вот это слово здесь, Бог говорит, вы становитесь чужими для меня. Если вы любите очень сильно самих себя, или работу, или устройство, или деньги, или родных и близких, или детей, что бы это ни было, если вы поклоняетесь этому больше, чем мне, вы становитесь чужими для меня. Вы знаете, друзья, в Библии, сквозь все священное писание, есть одна мысль, Бог говорит сквозь все книги, разными словами, разными мыслями, но идея одна. Вы для меня станете родными. Он говорит, я заключу завет с вами. Вы мои, вы не чужие для меня. Вы родные, вы мои. Я буду жить с вами. Я, другими словами, обвенчаюсь с вами. Я как муж, а вы для меня как жена. Мы вместе, вместе будем проводить вечность. И здесь Бог говорит, вот есть идол, есть грех. Вы становитесь чужими для меня. И последнюю мысль, которую я хочу сказать, и мы будем молиться с вами, друзья, здесь, дальше, если будете читать, здесь написано о наказании. И Бог говорит, вы понесете наказание. Вот почему Бог ненавидит идолов, он не может быть другим. Либо он Бог, либо он для тебя не Бог. Ты его даже если поставишь где-то, и рядышком поставишь свои какие-то идеи, свои чувства, свою любовь. Бог останется Богом. Но в результате у тебя придет духовная глухота. Ты попадешь в обман. У тебя будут неверные решения. Ты будешь думать, что Бог тебе говорит. А Бог молчит. Ты не слышишь Бога. Все, что Бог может тебе сказать, покайся. Поставь меня на первое место. Подними меня на то место, которое единственное принадлежит мне. И после этого Бог скажет, ты стал чужим для меня. Ты сердце отдаешь чему-то другому. Кому-то другому отдаешь. И последняя мысль здесь. Я накажу тебя. Я накажу тебя. Друзья, я хочу закончить 25-м псалмом. Это псалмом Давида. Я назвал этот псалм, псалмом, где Бог в центре. У Давида были разные этапы в жизни и разные переживания. Но в 25-м псалме он так ясно это показывает. И он так ясно говорит о том, что он в центре всей своей жизни поставил Бога и поклонение Ему. Бог превыше всего. Смотрите, первый стих. Рассуди меня, Господи. Я ходил в непорочности моей, уповая на Господа. Не поколеблюсь. На Господа. Искуси меня, Господи. Испытай меня. Расплав внутренности мои и сердце мое. Ибо милость Твоя пред моими очами. И я ходил в истине Твоей. Я не сидел с людьми лживыми и с коварными не пойду. Возненавидел я сборища злонамерных и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои. А дальше, послушайте. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. И мы можем видеть в конце, моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Через всю жизнь Бог у Давида был превыше всего. Он говорил нет разным собраниям, разным мыслям и идеям. Он говорил нет славе человеческой, комфорту, удобствам. Он говорил нет, когда речь шла о Его детях. Он превыше всего ставил Бога. Господи, я возлюбил Твою обитель, место жилища славы Твоей. И я хочу молиться сейчас. И знаете, в этом салме вначале он говорит, искуси меня, Господи, испытай меня, расплав внутренности мои и сердце мое. Вот такими словами и я хочу помолиться. Господи, искуси меня. То есть посмотри на сердце мое. А вдруг в моем сердце есть идол? А вдруг вот такое хорошее чувство. Вот так вот я допустил это. И я уже в стороне, даже не заметил. Знаете, если на один градус пилот собьет свою навигацию, то через несколько часов он будет очень-очень далеко от того места, где он должен был бы приземлиться. Допустил небольшое отклонение. Кто-то из нас допускает идола в свое сердце. И он говорит, дети, храните себя от идолов. Уходите от них. Убегайте от них. Субтитры подогнал «Симон»!